МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Дарья Шадрина. Главное сегодня. Омские школьники готовятся к балу, где развернутся основные гуляния и как можно увидеть салют в честь выпускников. Готовы покорять космос. Здесь, на полете, будет проводиться массированная модернизация доведения до ума ракеты. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал на Омском заводе и рассказал о планах на будущее. Горсть с земли для дороги памяти. У меня отец за Москву погиб, брат на Курской дуге погиб. Ну, а я вот остался жив. Кесеты из Омска отправили в главный храм Вооруженных сил России. Из балерин в спасатели. Умирающего на тротуаре мужчину спасла артистка. Мы покажем эксклюзивное интервью. В эти минуты во всех школах региона идут последние приготовления к торжественному вручению аттестатов. Выпускные вечера в большинстве учреждений начнутся в 20 часов. Одиннадцатиклассники в ожидании этого важного в их жизни события. Сейчас они прибывают к местам празднования. Видно, что некоторые слегка волнуются. 9 тысяч омских ребят в этом году получат аттестаты. Но основным местом самого массового мероприятия общегородского выпускного бала станет Иртышская набережная. Здесь смонтировали сцену, с которой школьников будут поздравлять почетные гости. Нигде развернется концертная программа. В 21 час начало торжественного вечера, а в 22.00 небо над рекой «Раскрасят огни салюта». Перекрыли в связи с празднованием и движением на набережной до 23.00 часов. Автовладельцы не смогут проехать от Ленинградского моста до улицы Циолковского, а также от Ленина до Иртышской набережной в районе домов номер 1 и 2 на Ленинградской площади. Водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки. Между тем, сегодня все выпускники не только обсуждают школьника-рекордсмена с громкой фамилией. Парень сумел написать сразу три экзамена русский, физику и математику на 100 баллов. Интересное то, что он однофамилец президента. Александр Путин, выпускник гимназии города Северска, Томской области, всегда был отличником. Однако его одноклассники-учителя говорят, что он скромен и своей фамилией не хвастается. Местные СМИ пишут, что Александр Путин намерен поступать в Московский физико-технический институт. Роскосмос воспринимает завод «Полет» и Омск область как важного стратегического партнера. Таковы итоги рабочей встречи губернатора, главы Роскосмоса и президента Академии наук. На предприятии откроют сотни дополнительных вакансий, а в университетах увеличат количество мест для подготовки необходимых специалистов. Дмитрий Рогозин подтвердил, «Нангаро» будут полностью изготавливать в Омске. В год здесь будут выпускать минимум 10 ракетоносителей. А завод получит госконтракты на десятки лет вперед. Есть и конкретные договоренности. В частности, в следующем году начнется переобучение молодых специалистов. Уже ведется набор учеников, чтобы готовить из них целенаправленно спецов высокого класса. К 2023 году будет увеличение численности на предприятии минимум до 3700 человек. Это раз. И предприятие будет загружено заказами на 40 лет. Вот это то, что гарантируется. Роскосмос – это наш стратегический партнер. И мы будем с ними продолжать работу как по подготовке в рамках образовательного процесса, по подготовке специалистов, так же по развитию научного потенциала предприятия «Полёт». Между тем, испытания «Ангары» в Омске переходят в завершающую стадию. В этом убедился Дмитрий Рогозин. Глава Роскосмоса приехал на завод «Полёт» ради главного – оценить подготовку производственной площадки к серийному выпуску. Стоит задача снизить стоимость продукции, чтобы конкурировать с американскими компаниями. На предприятии идет масштабная модернизация, как выразился Рогозин, доведение техники до ума. Когда пройдет первый пуск, что за вызов на Омском заводе бросил Дмитрий Рогозин Илону Маску, расскажет Екатерина Шипилова. Визит плановый и никак не связан с информацией о срыве производства ракет. Месяц назад многие СМИ с тревогой написали, что Омск якобы отстает от графика на целый год. Однако на самом деле журналистам стали известны всего лишь внутренние документы предприятия. На заводе специально определяют сжатые сроки, чтобы не просто исполнять госконтракт вовремя, а опережать. Экономить уже удается даже не месяцы, а годы. Поставлять законченные изделия на полете должны были только с 2021 года, но по факту это произойдет на два года раньше, уже в 2019. Контрольно-испытательная станция под маленькую Ангару, Ангару-1.2, она сейчас находится в монтаже. Оборудование практически 90% поставлено, не поставлено одной организацией питерской. В июле оно будет поставлено, и в июле завершим монтажи, август будет идти пусконаладка. Затем начнется серийное производство ракетоносителей. Практически весь цикл работ сосредоточат на полете. Московский завод станет изготавливать водородные ступени и только для тяжелой ракеты 5В, остальное – омское предприятие. Логичнее и экономнее будет транспортировать ракеты из нашего региона, а не возить детали в столицу на полную сборку, а потом вновь через всю страну на космодром в Амурскую область. Затраты увеличатся в разы. Между тем, России важно превзойти главного конкурента и выйти на международный рынок с предложениями по доставке на орбиту зарубежных космических аппаратов. Илон Маск создал компанию SpaceX, которая стремительно развивается без преувеличения, удивляя все человечество. Американцам удалось грамотно соединить инженерию, предпринимательство, инвестирование и изобретательство. Мы на Омск очень серьезно рассчитываем. Для нас, еще раз говорю, «Ангара» – это важнейшая новая ракета. И здесь, на полете, здесь будет тоже проводиться массированная модернизация, доведение до ума ракеты. Она будет нарабатывать свою статистику. Но когда мы выходим на серийное производство, конечно, нам нужна такая цена, где мы могли бы соревноваться с наиболее успешными нашими, прежде всего, американскими конкурентами. Поэтому мы должны работать намного эффективнее. Поэтому я от Мечееви жду максимум усилий. Я, как я уже сказал, в научном плане, в технологическом, в образовательном. Нам нужна здесь молодежь, кадры. Нужны дерзкие, смелые, высоко профессиональные люди. Если мы хотим привлечь молодых специалистов, нам необходимо сейчас с правительством региона продумать вопрос, связанный с льготной ипотекой. Понимаете, надо все держать в голове. Нельзя только думать о железках. За железками стоят люди. И от их мотивации зависит наш конечный успех. Специалисты отмечают, космическая отрасль самая прорывная и технологичная. Чтобы успевать за мировыми открытиями, необходимо объединить науку и промышленность. Сделать это предлагают именно в Омске. Есть все — университеты и уникальные предприятия. Это, скорее, треугольник наук, образования и промышленности. Причем, вот эта вершина промышленности, самая важная. Промышленность должна ставить задачи для науки и образования. И вместе они в регионе должны создать такую систему, которая переведет к образованию большего количества высокотехнологичных, высокооплачиваемых мест. И вот я сегодня смотрю на вашем предприятии. Предприятие, конечно, могло бы быть частью вот этого научно-образовательного центра Омского. По Дангару всех типов на космодроме «Восточный» сейчас строится стартовый стол, а также инфраструктура заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт. Все это расположат под землей. Первую Омскую ракету запустят в космос в 2023 году. Для МИЧС создадут сотни рабочих мест. Для вас фактически это будет ваш родной теперь край, место, куда многие ваши специалисты будут ездить на постоянной основе. Стройка уже пойдет. Стройка уже началась. Работают уже ребята, строители уже копают и так далее. Но вот сейчас начнут бетон уже где-то осенью. И появится уже первая конфигурация стартового стола. В будущем очень многие ваши специалисты будут ездить туда сначала на вахту, а потом ездить уже и постоянно там работать. То есть вы должны понимать, что у Омской области, вообще у Омска как города, крупного научного и промышленного центра появляется, ну, если хотите, вотчина своя на Дальнем Востоке, который ваш будет родной регион. Екатерина Шипилова, Илья Иковленко и Александр Саражин, 12 канал. Также в Омске глава Роскосмоса впервые прокомментировала отмену запуска ракеты «Протон-М». Старт должен был пройти в Казахстане на космодроме Байконур 21 июня. Однако в последний момент у специалистов появились замечания к работе электросистемы космического аппарата. Я дал команду максимально тщательно проверять все, что только можно. Вот и проверили, выявили. Слава Богу, что нашли на заключительном этапе. Это замечание оказалось, оно не критическое, его можно было бы устранить, но проблема в том, что в отличие от космодрома «Восточный», на Байконуре нет таких возможностей. Там нет мобильной башни обслуживания. Здесь физически операция была несложная, но она требовала гораздо большего времени в силу просто сложности самой работы лететь как бы на авось. Наверное, раньше такие решения могли бы приниматься, но только не сейчас. Мы не можем себе позволить сохранять тенденцию аварийности. У нас с 2006 года практически все годы аварийные обязательно имеем по аварии. С 2006 года. Эту тенденцию надо прервать. На орбиту протона М должен был вывести уникальную космическую обсерваторию на совместный российско-германский проект. Ученые благодаря ему надеются обнаружить и изучить тысячу галактик, звезд и многие другие объекты, в том числе неизвестной природе. Следующее баллистическое окно на Байконуре 12 июля. В этой дате будут устранены все замечания. Отмечу, что омская ракета «Ангара» в скором времени должна заменить протон, поскольку в 2025 году Казахстан вводит новые ограничения для запусков на своем космодроме. Уже в следующем году в полную силу заработает «Восточный». Все запуски переедут на Дальний Восток. К другим темам. Мусор внутри заброшенного здания, который загорелся, чуть не привел к трагедии и стал причиной пожара. Первые предварительные версии ЧП назвали спасателем. Пожарным пришлось ликвидировать крупное возгорание в кинотеатре «Сатурн». На кадрах с места происшествия заметно, что из помещений валит густой дым. Горел мусор внутри двухэтажного здания. Спустя 8 минут сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. На полную ликвидацию шел почти час. В результате пожара сгорел мусор. Площадь пожара составила примерно 40 квадратных метров. Предварительно пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Виновные на данный момент устанавливаются. О том, что строение опасно, меньше недели назад прокуратура Омской области предупредила мэрию. Администрации города вынесли представление об устранении всех нарушений внутри и около «Сатурна». По данным специалистов, здание кинотеатра не отвечало требованиям безопасности граждан, особенно детей. Хрупкая балерина спасла жизнь мужчине. И сегодня эта история на слуху у многих. Артистка музыкального театра оказалась смелой и неравнодушной к чужой беде. На Лукашевича чуть было не случилась трагедия. Прохожему стало плохо. Он упал на землю и начал задыхаться. Девушка стала свидетелем того, как люди пытаются привести в чувства незнакомого мужчину. Не растерялась и она, не задумываясь, бросилась на помощь. Лине Бабковой им балерина рассказала в подробностях, как спасти сердечника, не имея медицинского образования, а будучи лишь сердечным человеком. Ехала, собственно, по своим делам. И так получилось, что остановилась и увидела, что мужчина держит уже полумертвого человека и откачивает его. И просто ему никто не мог помочь позвонить, у него руки были заняты. И единственное, чем я могла помочь на данную секунду, позвонить в 112, вызвать скорую, сбегать в аптеку за нашатаирным спиртом и за водой. Двое мужчин, они начали делать искусственное дыхание, массаж сердца. А я держала уже на шатырь у лица пострадавшего. И все-таки мы успели откачать. Знаю, что для вас это уже не первый случай. Расскажите, когда вам еще приходилось спасать жизнь людей? Приходилось спасать еще девочку, которая тонула. И, слава Богу, все с ней хорошо. Спасали на Иртыше, на реке. С собой у меня тогда был жилет спасательный. И, грубо говоря, если бы не жилет, то, наверное, я бы не сумела так спасти прям. А здесь я взяла девочку за волосы и подложила под нее жилет. И вот он ее спас. И тот пост, который я написала, ну, это не пост ни о геройстве, ни о хвастовстве, или там, какая я молодец, да, что я спасла. Потому что я представляю, если бы была, допустим, не дай бог, я в такой ситуации, да, ну, мне бы было плохо или кому-то из моих родных или знакомых, то, ну, как оставить? То есть нужно помогать и не оставаться равнодушными. Нужно быть с душой, быть человечным. Смотрите далее в программе. Город с земли для дороги памяти. У меня отец за Москву погиб, брат на Курской дуге погиб. Ну, а я вот остался жив. Кисет из Омска отправили в главный храм Вооруженных сил России. Заживут по-новому. Есть кардинальные изменения, то есть и собак всех довозят, и начали варить каши, и корма им выделяют, сколько положено. В спецавтохозяйстве перемены, с чем это связано? Чтобы привлечь внимание, повесили манекен. Жуткий перформанс на одном из омских недостроек. Тысячи горожан почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Фронтовиков траурные акции прошли в одной из самых печальных дат 22 июня. В этот день ровно в 4 утра фашистская Германия без предупреждения напала на Советский Союз. Из Омска на фронт ушли 287 тысяч человек, половина из них не вернулись. В День памяти и скорби в честь наших бойцов в Парке Победы зажгли им сотни свечей. С красными лампадами люди прошли по мемориальной аллее к памятнику солдата-победителя. В траурном шествии принял участие Александр Бурков. У подножия монумента участники акции выложили свечи и слово «Помним» и цифры 1941-й. Для каждого молодого человека очень важно чтить, хранить и помнить те страшные события Великой Отечественной войны. Для того, чтобы над нашими головами в нашем небе больше никогда не приносились боевые самолеты и никогда больше нашей жизни не коснулась война. В моей семье очень многие ушли на фронт. У моей бабушки, братья ушли на фронт и некоторые из них, к сожалению, не вернулись. И, наверное, в имя памяти именно их, ну и, конечно же, каждого, не вернувшегося с войны. Но сегодня в России отмечают еще одну памятную дату 74 года назад. В честь окончания Великой Отечественной войны в Москве состоялся Парад Победы. Участники пронесли по Красной площади и бросили к Мавзолею нацистские штандарты. Память тех, кто ценой своей жизни выиграл для Родины эту кровопролитную войну, увековечит в храме Вооруженных Силы России. Сейчас его возводят в Подмосковье. На территории разместят солдатские кесеты с землей, собранные с мест захоронения фронтовиков по всей стране. Омские акцию провели на Старосеверном мемориальном кладбище. Елена Бабкова подробнее. Почтить память своих погибших товарищей он приходит сюда ежегодно. Третий Белорусский фронт, разведка на Дальнем Востоке и капитуляция Японии. Пройти все тяготы войны и выжить Михаилу Веревкину фашистской пулей. Сердце фронтовика защитили письма из дома и красноармейская книжка, хранившаяся в нагрудном кармане. У солдатского пантеона в оглушающей тишине ветеран вновь, как и в 41-м, слушает слова, изменившие судьбу миллионов жителей страны. В тем объявлении войны германские войска напали на нашу страну. В деревне-то даже тяжело было со сообщением СССР радио. Не у всех оно было проведено. Но когда узнали, сразу всех мужчин сразу в военкомат на телеге и повезли в военкомат. Народ поднялся на защиту. У меня отец за Москву погиб. Пропал без вести в феврале 42-го года. Брат на Курской дуге погиб. Ну, а я вот остался жив. В день скорби 92-летний ветеран снова в строю. Сегодня набирает горсть памяти с места, где покоятся более 600 солдат-героев. Землей с могил фронтовиков кесеты наполнили во всех регионах страны, где есть подобные захоронения. Я хочу, чтобы молодежь помнила слова наших прадедов и дедов в этой великой отечественной войне. Они всегда говорили, не отдадим ни пяди родной земли. И мы сегодня в этой акции подтверждаем, что мы чтим и помним подвиг нашего народа. Слава нашим героям! Солдатские кесеты вложат в гильзы артиллерийских снарядов. Позже контейнеры разместят на территории вокруг главного храма вооруженных сил России, который строится сейчас в Подмосковье. У здания проложат и дорогу памяти. Протяженность маршрута 1418 шагов. Столько дней длилась война. В экспозицию войдут 33 миллиона фотопортретов фронтовиков и тех, кто ковал победу в тылу. Увековечить подвиг своего героя могут и омичи. Для этого нужно обратиться в местный военкомат. Сегодня таких заявок уже более 110 тысяч. Принимают сведения и на сайте проекта. Не только со всей России, со всего мира. Чтобы каждый, пройдя по дороге памяти, знал, никто не забыт и ничто не забыто. Елена Бабкова, Сергей Гаврилов, 12 канал. Летняя жара не установилась в Омске, но уже сегодня было плюс 27. С наступлением теплой погоды сотрудники МЧС в усиленном режиме начинают патрулировать стихийные пляжи. В Омске таких мест отдыха более 20. Купаться здесь запрещено, установлены соответствующие знаки. Нарушителям грозит штраф до 1 тысячи рублей. Специалисты в очередной раз предупреждают, купаться на РТШ опасно не только для жизни, но и для здоровья. Вода не соответствует санитарным нормам. А вот для солнечных ванн открыты городские пляжи в Кировском, Советском и Центральном округах. Здесь есть раздевалки и питьевые фонтанчики, дежурят спасатели. Перформанс с повешенным манекеном устроили на недострой в Омске. Фотографии в соцсетях, на которых виден якобы человек, висевший в петле на плитах долгостроя по улице Герцена, вызвал общественный резонанс. Издали казалось, что это реальный человек. Как выяснилось, это манекен. Предположительно, так дольщики решили привлечь внимание к долгострою. Министр строительства жилищно-коммунального комплекса области Антон Зеев ответил на их действия. Цитирую. Министр сегодня активно занимается проблемами обманутых дольщиков и пайщиков. Это очень сложное направление, поскольку у каждого недостроенного дома своя история. Мы понимаем, что люди попали в беду и надеются на помощь областного правительства. По поручению губернатора Александра Буркова проведен анализ недостроев. Они разделены на группы. В региональную дорожную карту включены 29 домов. В этом квартале окончательно решен вопрос с дольщиками микрорайона академическим по их расселению. По 9 домам вопросы можно решить с помощью региональных мер поддержки. Оставшиеся 19 домов достроить без привлечения федеральных средств невозможно. Мы работаем над этим вопросом и продумываем варианты, чтобы помочь людям, сказал министр. Что же касается долгостроя на Герцена 11, то здесь строительная готовность дома 30%. Для достройки объекта необходимо 292 миллиона рублей. По новым правилам будет работать Омское спецавтохозяйство. Здесь сменился руководитель, у него иной взгляд на деятельность учреждения. Связаны изменения с тем, что усыплять бродячих собак запретят, а процесс отлова рекомендуют записывать на видео. С 1 января 2020 года вступает в силу закон об ответственном обращении с животными. В народе спецавтохозяйство прозвали концлагерем для дворняк. Так было до недавнего времени. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Продолжит Наталья Змага. Ты моя солнышко. Дети мою маленькую девочку. Собаку по кличке Чернышко волонтер Полина Бозга называет солнышком. Животное светится от счастья. Завести домашнего питомца девушки не разрешают родители. Поэтому она приходит сюда пообщаться с четвероногими почти каждый день. Здесь она повар. Два раза в день варит кашу. Для щенков и ослабленных собак спецрацион. Рис, куриная грудка, иногда мясные вкусняшки. Кардинальные изменения. И собак всех довозят, и начали варить каши, и корма им выделяют сколько положено. И печку мы поставили, чтобы эту кашу варить. И рабочие места нам выделяют. Директор идет на контакт с волонтерами очень хорошо. Он сам очень хорошо относится к собакам. На содержание каждой собаки в день выделяют 51 рубль 31 копейку. По словам нового директора Евгения Вольфа, этого вполне достаточно. Агрессивных псов держат на цепи отдельно других животных. Недавно построили 18 новых вольеров. До конца года планируют еще 50. Появится здесь и лазарет для больных собак, где их будут лечить. Раньше таких бедняк просто усыпляли. Начали производить ремонт, планируем поклеить плитку и планируется, что в будущем здесь будет помещение стационар. Отопление есть, окна поменяем, планируем. Вообще, если все получится, то до середины августа, до конца августа. Но это опять же при, так скажем, при самом оптимальном раскладе. Планируем с 1 июля набирать уже еще людей, потому что количество собак увеличивается, а количество работников мало, они не успевают. Раньше из-за дефицита рабочих и корма в день усыплялось до 20 хвостатых. Сейчас бывший концлагерь для собак больше похож на приют. Четыре дня в неделю здесь встречают волонтеров. Они помогли приобрести необходимые бирки. Отличительные клипсы предписывают новый закон. Прикрепляют их собакам на уши, только под наркозом во время стерилизации. После вступления в силу нового закона в таких украшениях братьев наших меньших будут отпускать в естественную среду обитания. А кому повезет, найдут новый дом. Только за апрель в спецавтохозяйстве пристроили 45 собак. Главное, что теперь мохнатым сохранят жизнь. Наталья Змага, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Буквально через несколько часов от перона железнодорожного вокзала отправится состав с омскими студентами. Ребята разъезжаются по всей стране, чтобы стать участниками крупнейших всероссийских строек. Как и в прошлом году, самыми престижными станут космодром Восточный и так называемый Мирный Атом. Это электространция в Ново-Воронеже. Под присмотром опытных наставников бойцы будут выполнять штукатурно-малярные и отделочные работы, монтировать технологические установки, собирать сложные металлические конструкции и прокладывать кабели. Трудиться наши студенты будут по всей стране, от Калининграда до Камчатки. Амич выловил в Иртыши необычную рыбу. На крючок попалась радужная форель. Фотоастрофе мужчина опубликовал в соцсетях, указав, что царскую рыбу выудил за поселком Николаевка. В комментариях некоторые недоверчивые пользователи предположили, что форель рыбак не поймал, а купил в магазине. Однако, как отметили другие мечи, форель действительно водится в Иртыши. Сюда она сбегает из садков местного рыбзавода. Он находится вверх по течению. Сейчас время новостей спорта. Подробности в обзоре от Алексея Дарьева. Ледовый комплекс «Арина Омск» построят в рамках концессионного проекта. Сегодня стало известно о результатах переговоров правительства Омской области и компании «Газпромнефть» по поводу восстановления домашней площадки омского авангарда. Сроки реализации проекта обсуждались на аппаратном завещании регионального кабинета министров. Александр Бурков прокомментировал промежуточные итоги переговоров с компанией «Газпромнефть». Вы знаете, что 5 миллиардов федерации президент Владимир Владимирович Путин уже обещал и Минфин Российской Федерации эти данные подтверждает. Такую же сумму выделяет компания «Газпромнефть». Теперь важно, чтобы регион выполнил свои обязательства обеспечить инфраструктуру выделения земельного участка. На данном этапе, считает губернатор, важно состыковать сроки реализации каждой из сторон своих обязательств. Синхронизировать действия. К другой теме. Омский футбольный «Ртыш» все-таки занял первое место в соревновании зоны «Восток» 2-го дивизиона. Это произошло после того, как с главного соперника мячей Сахалина из Южно-Сахалинска сняли три очка за невыплату зарплаты футболистам. По итогу прошлого сезона у дальневосточников теперь 44 очка. «Ртыш» набрал 45 очков и таким образом стал победителем турнира. Сейчас руководство ФК «Ртыш» ждет итогов заседания из полкома РФС, которое состоится 26 июня, для того, чтобы решать вопрос об участии команды в первом дивизионе. Подобное развитие событий стало полной неожиданностью для руководства Омского клуба. Вот что сказал по этому поводу президент «Ртыша» Сергей Новиков. Цитирую. «Желание играть в первом дивизионе у нас огромное, оно никуда не ушло, но сразу появляется много «но». Мы уже сверстали бюджет под второй дивизион, выстроили программу сборов, отпустили часть футболистов. После 26 июня, если исполком утвердит снятие очков с Сахалина, нам в любом случае нужно будет какое-то время, чтобы подготовиться для подачи апелляции». Конец цитаты. Алексей Дарьев, 12 канал. Впереди прогноз погоды, но все наши новости доступны в социальных сетях и твиттере, одноклассниках и на ютубе. Найти их можно и на сайте 12 канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Омская пластмасса и резина вышли на мировой рынок. Поставки идут в страны Евросоюза и Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди отечественных потребителей предприятия Сибири, Урала, Татарстана, Москвы и Воронежа. Омск Карбонгрупп отметил свой 75-летний юбилей. Компания начинала свое существование в военные годы, как обычный сажевый завод. Сегодня это холдинг с крупнейшим производством технического углерода, который широко применяется в изготовлении резинопластмассовых изделий во всем мире. Какие задачи стоят перед предприятием? Наш материал. В концертном зале награждают лучших сотрудников Омск Техуглерода. Больше ста работников производства представлены к наградам на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В честь юбилея компании за многолетний добросовестный труд отмечены и ветераны. У многих стажа работы на заводе превышает 40 лет. Сегодня это один из лучших образцов экспортно-ориентированного российского предприятия. Это точка роста отечественной промышленности. Предприятию есть чем гордиться. Поставки технического углерода из Омска идут практически во все уголки мира. Безусловно, очень привлекательным остается рынок Юго-Восточной Азии. До последнего времени там господствовал китайский углерод, который опирался на свою собственную государственную программу. Но в связи с тем, что у нас тоже появилась государственная программа, мы тоже движемся в этом направлении. Но впереди очень много задач и, я вам скажу, много битв. Вообще-то я вынужден оперировать именно терминами военного времени. В новой команде управленцев удалось создать уникальную организационную модель. Проект доказал свою эффективность и продолжает экспансию на мировые рынки. Владислав Андрейченко, Никита Смирнов, Владислав Осинцев. 12 канал. О погоде спонсор прогноза и пассивкова Марина Балакановна. Летний душ из поликарбоната, площадь у кит-интерьера и континента. Телефон 50-50-23. Завтра, 25 июня, по области в Омске переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха в районах ночью 13-16 градусов тепла, днем до плюс 23. В Омске ночью плюс 17, днем до 25 тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Летний душ для дачи из поликарбоната. Душевые баки с подогревом и без. В июне при покупке душа доставка и душевые аксессуары в подарок. Площадь у кит-интерьера и континента. Подробности по телефону 50-50-23 и на сайте летний-душ.рф Таковы главные новости этого понедельника. Спасибо за внимание и хорошего вечера.